Солнце, свежий воздух и активный отдых. Что еще нужно, чтобы хорошо провести время? В минувшую субботу на Сафовых островах в Юрьевецком районе состоялся открытый турнир Ивановской области по пляжному волейболу. Подобные соревнования впервые состоялись год назад. В прошлом году народу было не очень много, но, скажем так, сарафанное радио, оно работает. И уже с апреля месяца, даже с апреля месяца этого года, мне начали поступать звонки от друзей, от знакомых, от спортсменов, от федерации. Когда же, наконец, у нас будет соревнование по пляжному волейболу на Сафовых островах. И поэтому в этом году второй турнир. Мы уже теперь с уверенностью можем говорить, что он станет традиционным. На этот раз для удобства участников соревнований были организованы три волейбольные площадки вместо двух. Одна для женщин, две, других для мужчин-любителей, мужчин-профессионалов. Бороться за победу вызвались 34 команды. У мужчин 9 команд, и у женских также 9 команд. До двух поражений они играют, победители определяются. Так же, как женские, так и мужские. И у нас еще на третьей площадке играют команды-любители. Это где по три человека, они играют по своей сетке, по своему формату. Из одной партии до 21 очка. Команды-любители приехало у нас очень много, 16. В этом году участие в турнире приняли не только местные спортсмены, но и гости из Костромы, Ярославля, Нижнего Новгорода. Несколько команд защищали честь главного управления МЧС России по Ивановской области. Мы участвуем в категории-любители, так как еще не обладаем достаточно науками игры в пляжной волейбол. В нашей команде сотрудники МЧС, в том числе пожарные, спасатели, добровольные пожарные. То есть у нас три команды. Привозг, две команды из города Иваново. Попробуем пытать счастье. Сильнейшими по итогам турнира как среди мужчин, так и женщин оказались нижегородцы. Они увезли домой золото. Лучшими среди мужчин-любителей стали ярославцы. Среди команд Ивановской области проявили себя только шуянки. Им досталось серебро. Но вряд ли кто уехал в этот день расстроенным. Ведь турнир по пляжному волейболу – это замечательная возможность увидеть своими глазами легендарные Асафовые острова, памятник природы и маленький курорт посередине Волги. Любовь Почерникова, Андрей Семьволков, РТВ Иваново.